Продолжим выпуск. В Алматинской области школьники учатся в зданиях Дома культуры, бывшего Акимата и магазина. Обещания достроить школу до начала учебного года подрядчик не сдержал. С какими теперь условиями сталкиваются дети, расскажет Айжан Успан. В этом светлом классе сейчас могли бы учиться школьники Толгарского района. Еще в феврале подрядчик уверял, что успеет закончить работы вовремя. Но, как видим, этого не случилось. Дети временно учатся в другом месте. В Доме культуры в некоторых местах тесно. Где-то кабинеты разделены мебелью. Начальные классы и вовсе расположились в здании магазина. Мы смирились уже с ремонтом школы. Даже если нам не нравится эта ситуация, где мы еще будем учиться? Другая проблема – доехать до этого аула. Газель привозит сразу 40-50 детей. Как открываются двери, дети вываливаются. Нам говорят, сами отвозите и забирайте детей. А как это сделать? Я сижу дома с шестимесячным ребенком. Я не могу отвезти другого ребенка. У школы есть два автобуса, говорят сельчане. Но один часто ломается, а у другого нет водителя. Не каждый готов отвечать за жизнь детей за 80 тысяч тенге в месяц. Поэтому это место пустует. В этом году на 350 учеников выделено два автобуса. Сейчас в перевозке задействовано три транспорта. Автобус, который стоит за мной, еще один маленький и дополнительно Газель. Родители говорят, что автобусы часто ломаются из-за плохой дороги. В местном Акимате сказали, что исправят ситуацию в ближайшее время. А вот что касается самой школы. Подрядчик пообещал начать работы, привезти рабочих и стройматериалы в течение 10 дней. Если он этого не сделает, то мы расторгнем договор. Школу теперь планируют сдать до начала второй четверти. Айжан Успан, Жаслах Жаслана, Алматинская область, Первый канал, Евразия.